МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лава на Пальме достигла океана. Огненные реки мчатся со скоростью 600 метров в час, уничтожая все на своем пути. Вулкан проснулся 3 месяца назад и продолжает извергаться. И здесь даже со всеми технологиями и возможностями современное общество не может справиться с новыми потоками. Это программа неделя. Меня зовут Илона Волонец. Добрый вечер. Смотрите в программе. Как на границе встречали последнего диктатора Европы. Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, то проблем бы не было совсем. Нас бы везде принимали радушно. Помогать вопреки. Или почему чужой беды не бывает? Мы будем делать все для того, чтобы вы не были обижены на нас. Все, что мы можем, мы делаем. Пиар на судьбах или демократия без единого шанса? Это одно из тех рычагов давления, пиар-компаний, гибридной войны, как сейчас это называть модно очень. То есть это продолжение той политики Евросоюза. Очередные военные учения у наших границ. Откуда такая тяга к знаниям? Мы будем на таком первом бассейне западе без польского правительства Евросоюза. Просто не должен сохраниться. То, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как-то искра. Измученные ожиданием уже взяли в руки камни. Если бы у меня находилась рядом жена, ребенок, в которого летит светошумовая граната, которого травят газом, ну, наверное, я бы не только палку взял. Говорят, ну, нужно их опасаться. Даже у вас вызывает улыбку на лице. Может быть, проще не закрывать по одному, а в целом ограничить работу мессенджеров на территории Беларуси. Чем еще запомнилась эта неделя? Эксперимент в сельском хозяйстве. Один регион, семь агропромышленных объединений. Ни одного такая птица не вырастает в 300 раз свой вес, не превышает довыращивания. То есть получаем 55 грамм, а выращиваем до 20, даже больше килограмм. У кого и чем, вызовем аппетит. Планируется расширение географии поставок. За счет получения сертификата халяль на продукцию из мяса индейки. Перезагрузка АПК севера страны. От поля до прилавка. Репортаж Виктора Пралича. 582 человека. Огонь продолжает уносить жизни белорусов. Почему беспечность заканчивается трагедией? Кем-то жопил, с кем жавил. По причине несооруженного обращения с огнем. Каждый второй пожарность происходит. Пренебрежительно относятся к данным советам. Но цифры статистики просто неумолимы. Как не стать жертвой пожара, расскажем на неделе. Картошка на вес золота. Что происходит с ценами на второй хлеб? Керчь, Крым. Вот цены. Картофель. Вот такие цены в Крыму сейчас. Почем картошка? В разных странах мира на неделе приценилась Оксана Симашко. Литовские силовики выбросили на границу труп избитого беженца. Такая новость сегодня, во всемирный день милосердия, облетела информационной ленты. Похоже, зверское отношение к беженцам теперь норма не только для польских, но и литовских пограничников. К этому мы еще вернемся. Итак, три недели в центре Европы тысячи беженцев остаются заложниками геополитических разборок. И вроде бы все понимают, что единственный цивилизованный способ прекратить страдания людей – это диалог. И если Минск всеми силами пытается создать хоть какие-то человеческие условия на границе, то Варшава видит в этом тюрю заговора, мол, белорусский режим специально обогревает беженцев, чтобы те по ночам штурмовали польские рубежи. Анджей Дуда продолжает сыпать обвинениями и с высокой трибуны в Брюсселе призывает Альянс усилить военное присутствие на восточном фланге. А премьер Польши за консультациями направляется туда, откуда, конечно же, виднее – в Лондон. Моровецкий и Джонсон в очередной раз сходятся во мнении – отбиваться надо санкциями, чтобы голодали все – и беженцы, и белорусы, и россияне заодно. То есть польская политическая элита всеми силами убеждает ЕС в том, что Польша – жертва и объект нападения. Узная мнение по этому поводу из самой Варшавы, к нашему эфиру присоединяется политолог Томаш Янковский. Впрочем, уже даже в Евросоюзе начинают догадываться, конструктив и конкретные действия – это не к Польше. Так Моровецкому даже не дали высказаться на очередном заседании Еврокомиссии. Тем временем главы МИД стран НАТО собираются на предстоящей неделе в Ригу. Там они будут обсуждать гибридную атаку со стороны обессиленных курдских женщин и детей на белорусско-польской границе. Возникает вопрос, когда уже еврочиновники наконец окажутся в нужном месте. Президент Беларуси на неделе отправился к тем, от кого польские соседи отгородились несколькими рядами колючей проволоки и против кого выставили многотысячную армию. Причем все происходит в прямом эфире. Александр Лукашенко детально интересуется всеми нюансами быта, лично общается с беженцами, отвечает на вопросы журналистов. И если это, возможно, стало неожиданностью для мировой общественности и самих беженцев, то белорусы вообще не удивились. Журналисты разве что гадали, в какой день это произойдет. Мы просто привыкли к тому, что наш президент всегда там, где трудно. Репортаж нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Эти фотографии облетели весь мир. Обычно европейские политики воруют мир у этих людей. А белорусский лидер вернул беженцам веру в европейскую человечность. Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, то проблем бы не было совсем. Нас бы везде принимали радушно. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь, просто потому что мы не можем вернуться назад в Ирак. И мы хотим попросить лидеров Европы хотя бы немного быть похожими на вас. Надеемся, что она откроет свои двери и примет нас с теплым сердцем, как вы. Спасибо за все то хорошее, что вы делаете для нас. Мы никогда этого не забудем. Я говорю это от лица всех, кто здесь. Так постановочно не получится. Постановочно кормить, обогревать, лечить от контакта с западной демократией. И президент сюда временно приехал без предупреждения. Вам места хватает сейчас этого? Или не хватает для того, чтобы разместиться нормально? Дополнительно вы не просите места, чтобы разместиться? Двять членов семьи ее пропали вместе. А она одна? Она здесь осталась. Надо отформили ее, что ей дадали. Вам, дайте нам. Мы срочно завтра запросим информацию. Поручение главы государства выполнено в считанные часы. Оказывается, семью разлучили польские силовики. Во время преследования родственники разбежались. Женщина оказалась в группе беженцев, которую насильно под дулами автоматов и стравлей служебными собаками заставили нарушить белорусскую границу. Сыну, невестке и двоим детям повезло еще меньше. Они в закрытом лагере на территории Польши. Там сейчас так гуманно, что беженцы недавно устроили бунт. Его жестко подавили. А вот третий внук попал в Германию и уже поговорил со своей бабушкой по телефону. О подробностях телефонного разговора с Меркель президент рассказал во время живого общения. Каждый мог свободно задать любой вопрос. По разговору Меркель я понял, что она прекрасно понимает это и она не против. Ну, естественно, уходящий человек, ее полномочия скоро заканчиваются, уже практически закончились. И второе, ну, солидарность, европейская солидарность. Она попросила, это главное было, но она меня попросила, соответственно, отправить на родину тех, кто у нас есть. Я сказал, что мы будем над этим работать. И дважды я и повторил. Мы постараемся до Нового года эту проблему решить. Мы не будем их репатриировать. Мы попросим их, чтобы они могли уехать те, кто уезжает. Как видите, я выполняю свои обязательства. Суть в чем? Не хотите решаться? Скажите, мы без вас будем решать эту проблему. Бэт, питание, безопасность, баня. Главе государства подробно доложили ответственные лица. На сегодняшний момент они занимают около 4 тысяч квадратных метров. А полная площадь около 10 тысяч. Вот так вот проходы. То есть это одна вот дорога? Вот это все один зал. Это одна дорога. Мы ее перегородили. И вот по тому крайнему ряду поддонами загорожено. Ну, чтобы товарно-материальные темы отгородить. Каранник и Караев – это главное, но далеко не единственные лица белорусского гостеприимства. Задействованы силовики, военные службы и общественные организации. А еще те, кто здесь не по должностным инструкциям, а по велению сердца. От студентов-переводчиков с Гродненского университета до женщин с шарфиками ФПБ. В их лице президент благодарит всех белорусов. Вы замерзли? Нет. Нет еще? Ну, потерпите. Ну, надо им помочь. Ну, что поделать. Когда-то нашим родителям они помогали. Когда здесь была война, наши туда, в Узбекистан, особенно поляки. Поляки-то в Иране сидели в Курдистане, в Ираке. А сейчас они их туда даже на порог не пускают. Ну, потерпите немножко. Ну, в беду попали люди. Они продали все для того, чтобы лучше жило все. И самое жуткое, то, что там у кого-то отец, у кого-то мать, у кого-то семья. И они не дают им воссоединиться. Поэтому потерпите. Мы решим эту проблему. Я знаю, что и местным тут жителям, и вам надоело это все. Ну, представьте мне еще больше. Вы не верьте тому, что мы их сюда привезли. Нам этой беды не нужно было. Особенно вот этого лагеря. Это стихийно образовавшийся лагерь. Но для них самая большая проблема, что через границу каждые сутки проникает от 200 до 400 человек. Они все равно их не удерживают. То, что они там проволокой перегородили стены, строятся, но пустое. Люди идут, их никто не остановит. Поэтому потерпите. Я думаю, что в ближайшее время мы разберемся с этими проблемами. В пятницу были развенчаны многие фейки. Разговор с беженцами и работающими здесь журналистами получился весьма открытым, порой острым, зато честным. Я вижу, поляки тоже идут на обострение, потому что в Польше сама ситуация непростая. Это правда то, что я говорю. Миллиарды надо получить и отвлечь людей от тех проблем, которые существуют в Польше. От абортов, извините, до фермеров. Вы их знаете. Мы не будем гнобить этих людей. Мы не будем. И если они от нас требуют, чтобы мы их хватали на границе и держали, мы тоже это делать не будем. Они не хотят решать эту проблему. Даже по тем направлениям, где ее можно решить. Ну что такое? Красному кресту помочь какими-то деньгами или Минздраву помочь прилечить этих людей. Здесь же больных людей много. А начнется зима. А не дай бог там пандемия там и прочее, прочее. Что они этого не понимают? Приехали, прокрасовали здесь, уехали. Тишина. Мы затратили на все эти мероприятия 12,5 миллионов долларов. Думают, через кого перечислить деньги, чтобы украсть половину. Если уже откровенно говорить. Не хотят, не надо. Мы разберемся с этими людьми. Но их защищать мы не будем. В Европе войнушка очередная и конфликты не нужны. Они не могут Украину проглотить. Кому это надо? Те, кто начал падать. Американцы. Нет монополярного мира. Они, их Китай, Россия, Индия и другие, их уже под обломками этого монополярного мира они находятся. Поднимаются другие страны. А хочется монополию сохранить? Это же богатство. Вот им надо развязать здесь войну. Всем все понятно. А люди стали заложниками грязной геополитической партии. Колониальная экономика США вытягивает все соки с богатых стран Востока, делая их бедными и провоцирует мировой миграционный кризис, чтобы ослабить Россию и Европу. Польша-Дуды пляшет под дудку Вашингтона. Желание утолить непомерные мыльные амбиции господства. И только Беларусь к заложникам этой ситуации отнеслась по-человечески. Лукашенко как отец для беженцев. Конечно, когда ты здесь голодный, когда ты здесь без воды, очень кстати его помощь. Президент сделал очень много для них. Надеется, что придут к соглашению, и соглашение будет на их стороне, что они станут людьми, которые станут примирением между Беларусью и Польшей. Байден, Меркель, Боррель, Дуда, Моровецкий – это политики. А наш президент еще и человек. Поэтому у них, вершителей чужих судеб, никогда не будет таких кадров. Ох, за ноль. За ноль. Ты тоже? Морку надо одевать. Решать проблему с беженцами Европа не хочет. Да и помогать обездоленным людям международные организации не спешат. 260 тысяч долларов – такая щедрость для белорусского Красного Креста. Это при том, что наша страна уже потратила более 12 миллионов. И, как стало известно, Международная Федерация Общества Красного Креста объявила сбор на сумму 10 миллионов евро на помощь беженцам на границе Беларуси со странами ЕС. Деньги собираются поделить на три страны – Беларусь, Польшу и Литву. Это решение, конечно, вызывает вопросы. Польше ведь как раз не хватает средств на новые химикаты для водометов, гранаты и колючую проволоку. С главой представительства Международной Федерации Красного Креста в России и Беларуси пообщался наш корреспондент Константин Герцев. Джон, спасибо большое, что уделили время пообщаться с нами. Какая основная цель визита вашего в Беларусь и визита лагеря беженцев на белорусско-польской границе? Спасибо вам большое. Моя основная задача здесь – работать с Белорусским обществом Красного Креста, которое оказывает поддержку беженцам. Как и Белорусский Красный Крест, Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца беспокоится о состоянии беженцев. Сейчас непростые погодные условия, да и общая ситуация достаточно тяжелая, поэтому мы стараемся оказать им гуманитарную помощь. Почему, скажем так, достаточно поздно подключилась Международная Федерация Красного Креста к этой проблеме? Мы поддерживали Белорусское общество Красного Креста с самого начала операции, но из-за плотности личного графика это ближайший день, когда я смог приехать и посмотреть своими глазами на этот лагерь. А какое вообще мнение у ваших коллег по поводу ситуации вот здесь в лагере и вообще в целом на белорусско-польской границе вот с мигрантами, с беженцами? Какое мнение за границей? Нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации. Мы обращаем внимание только на гуманитарную составляющую этой ситуации. Политический аспект этого кризиса нас не интересует. Мы должны дать нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и дальше реагировать на их нужды, пока они здесь. Белорусская власть заявляет, что этот лагерь беженцев открыт для всех международных организаций. А что вы думаете на этот счет? Это действительно так. Наглядный пример – белорусский Красный Крест. В лагере действительно созданы все условия, чтобы различные организации смогли оказывать помощь. Наши съемочные группы продолжают работать в кризисном центре. Несмотря на выходные, сюда продолжает поступать гуманитарная помощь. Это хоть как-то разбавляет утомительное ожидание. Ожидание новой счастливой жизни в Европе. Сейчас на границе находится моя коллега Юлия Мычко. Она и сама когда-то бежала от войны. И как никто другой понимает, что скрывается за статусом беженец. Юля, добрый вечер. Ты можешь оценить ситуацию из позиций журналиста и человека, который был в подобной ситуации. Поделись своими впечатлениями. Илона, добрый вечер. И, конечно, как журналисту мне нужно было быть хладновкромной, выключить эмоции и работать прежде всего с фактами, без эмоциональной составляющей. Но, честно признаться, одно дело следить за происходящим по телевизору и совсем другое окунуться в жизнь этих людей, послушать их истории. Безусловно, их ситуацию я примеряю на себя, потому что я вспоминаю и думаю о том, как же повезло моей семье, когда в 2014 году мы уезжали из Донецкой области. И нас тоже гнала война. И теперь я понимаю, что в Беларуси нас встречали с распростертыми объятиями. Я вспоминаю, что когда возник конфликт на Донбассе, то президент Беларуси сказал одну фразу «Мы примем всех». И я помню, как хлынули в белорусскую страну потоки украинцев. И не было никаких квот, и не было никаких условий. Мы этих возьмем, мы этих не возьмем. Какие нам предоставлялись годы. Людям помогали во всем. Нам помогали с работой, нам помогали с жильем. Многие люди, которых гнала война, они же были без документов. Я считаю, что в этом случае президент Беларуси Александр Григорьевич поступил очень благородно, очень достойно под добрососедский с украинцами. И что мы видим сегодня? Мы видим вот такое же его отношение к этим беженцам. А какая прямо сейчас обстановка в лагере? Ну, сегодня в лагере была такая достаточно спокойная обстановка, воскресный день. Можно сказать, что была здесь обычная повседневная жизнь. И сегодня мы познакомились с одной семьей. И их дочка сказала мне удивительную вещь. Ей всего лишь 18 лет, но она сказала о том, что... Я спросила, не раздражает ли вас пресса? Она сказала, нет. В тот момент, когда отсюда уйдет последний журналист, мы потеряем всякую надежду. Потому что пока вы рассказываете о нас, сегодня вы, пресса, это наши голоса. Я благодарна вам за то, что продолжаете следить за нашими судьбами. Моя семья продала дом и машину для того, чтобы у меня с братом было хоть какое-то будущее. В моей стране очень опасно. Речь идет не о войне, а о постоянных разборках местной мафии. Мои родители долго не могли решиться, но ради нас им пришлось отправиться в такой, как оказалось, опасный путь. В Беларуси мы уже 22 дня. Ну а мы продолжаем следить за жизнью беженцев в этом транспортно-логистическом центре и будем и дальше рассказывать вам последние новости отсюда. Студия. Спасибо, Юлия. На связи со студией была моя коллега Юлия Мычко. Впервые термин «кризис» по отношению к потокам людей, которые спасались от войны и разрухи, возник в 2015 году. Тогда в Европу прибыло по разным оценкам от одного до двух миллионов беженцев и нелегальных мигрантов. Многие из их числа уже успели стать полноценной частью Старого Света. Мы пообщались с Мрадом Шамо из Германии, который рассказал о том, как пролегал его путь на запад. Мрад, почему вам пришлось покинуть свою страну? Я был вынужден покинуть свою родину. Причина была прежде всего в том, что 3 августа 2014 года район Шингаль гремел в мировых новостях из-за атаки террористов исламского государства. Десятки тысяч местных жителей бежали. Мы убегали всей семьей, братья, сестры, дети, около 25 человек на одной машине. Сначала мы с моей женой отправили младшего 16-летнего сына в Германию. Это стоило 2000 долларов, и мы долго собирали эти деньги. Уже после он прислал вызов для нашей семьи. И по этому вызову в 2016-м через немецкое посольство в Иране мы получили разрешение и официально улетели в Германию. О положении тех, кто остался, я могу судить из собственного опыта. Жизнь была катастрофической. Люди там до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Им недоступно нормальное образование, медицина, свобода, свобода мнений. Там ухудшается криминогенная обстановка. Курдские группы населения постоянно под давлениями. До сих пор у нас, к сожалению, нет поддержки от западных или мировых политиков. До сих пор курды, езиды там притесняются. А как вы оцените ситуацию на белорусско-польской границе, в частности действия белорусских властей? То, что я слышал от людей, которые сейчас частично возвращаются в Ирак, у них только позитивные отзывы о том, что Беларусь предпринимает для беженцев на границе. Поэтому я бы хотел обратиться к белорусскому правительству, чтобы они посодействовали в разрешении конфликта для людей, которые сейчас находятся в ожидании. А можно ли оправдать применение спецсредств по отношению к беженцам? Порой и сами беженцы ведут себя довольно агрессивно. Из-за ситуации в Ираке я могу, конечно, представить, что люди идут на все, чтобы бежать, чтобы жить свободно и безопасно и обеспечить будущее своим детям. Но этот вопрос, как мне кажется, лучше задавать напрямую европейским политикам. Я тут некомпетентен и не могу за них отвечать. Я просто надеюсь, что мировая общественность в итоге найдет какое-то решение, чтобы эти люди не страдали от дискриминации и могли жить нормальной жизнью у себя на родине. Брат, спасибо большое за интервью. То, что миграционный кризис на белорусско-польской границе создан искусственно, подтверждает простая арифметика. Кстати, считали сами же европейцы. По данным агентства ЕС по безопасности внешних границ, общее количество незаконных пересечений европейских рубежей за 10 месяцев того года составило 160 тысяч случаев. Больше всего выявлено по центрально-средиземноморскому маршруту через Турцию 55 тысяч, через Западные Балканы 48 с половиной тысяч. А вот на границе ЕС с Белоруссией за этот период зафиксировано всего 8 тысяч. На фоне 160 тысяч – это, конечно, капля в море. Но такое ощущение, что цунами, хотя бы потому, как активно принялась Польша стягивать к нашей границе национальные американские военные силы. Глядя на милитаризм сопредельных государств, складывается ощущение, что военные соседних стран задолго до официального старта вошли в ритм Черной Пятницы, когда важно затариться обновками побольше и побыстрее. А уже потом подумать, зачем Литве очередные партии самолетов, Польши – танков, а Эстонии – кораблей. Впрочем, ничего нового. Тем временем, куда ни глянь, военные демонстрируют неуемную тягу к знаниям и устраивают учения одно за другим. И да, разумеется, это внутреннее дело каждого из государств. Но теперь по порядку. 16-я механизированная дивизия военных сил Польши провела активную фазу учения в непосредственной близости от границы с Белоруссией. В маневрах были задействованы танковые и механизированные бригады, тактическая группа НАТО и артиллерийский полк. Украина также воплотила свои просветительские идеи и организовала тактические учения с участием десантников и военной авиации на полигоне в Житомирской области. По случайному совпадению, опять недалеко от границы с Белоруссией. А на Адашском полигоне в Латвии проходят международные военные маневры с боевыми стрельбами из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия и полетами военной авиации. Ну и Литва. Здесь создали новую военную базу, которая находится, вы не удивитесь, в шести километрах от Гродненского района. Возведение полигона объясняет необходимостью оперативно приходить на помощь пограничникам в случае увеличения потока мигрантов. И заодно здесь проводят занятия по боевой подготовке военнослужащие. Что ж, приятно иметь дело с образованными людьми. Все эти маневры, разумеется, проходят под чутким руководством наших заокеанских друзей и под наблюдением белорусских военных. Мы все видим и готовы к любому развитию событий. Стоит ли паниковать и готовиться к вооруженному конфликту? Об этом и не только моя коллега Алена Сырова расспросила госсекретаря Совета безопасности Беларусь. Действительно, наверное, впервые в своей истории суверенной Беларусь сталкивается с таким давлением и с таким напряжением у наших рубежей. Ситуация не может не настораживать. По официальной информации, и только по официальной информации, на белорусско-польской границе не менее 20 тысяч силовиков. НАТО продолжает поставлять оружие и в Литву, и в Латвию, и в Украину. И, конечно, у обывателей может сложиться впечатление, что нужно готовиться к полномасштабной войне. Вот оцените, пожалуйста, ситуацию. С 2004 года начали нарастать группировки объединенных вооруженных сил блока НАТО на сопредельной территории, на территории Польши и прибалтийских государствах. В последнее время наблюдаем под видом борьбы с нелегальной эмиграцией, борьбы с беженцами, чтобы поставить заслон в Европу. Только на территории Польши создана группировка, насчитывающая 23 тысячи человек. Из них около 15 тысяч – это военнослужащие различных родов войск, которые приближены максимально к государственной границе и несут службу. Силы и средства разведки у нас работают, отслеживают. Конечно же, мы анализируем обстановку. Наши силы и средства готовы действовать адекватно в случае развязывания каких-то провокационных действий. Все это, то, что создано сегодня на сопределе, может спровоцировать обстановку. Это как та искра. И, наверное, на что-то рассчитывают чумные головы, что мы поддадимся на панику. В том числе наш главнокомандующий отдаст приказ выдвинуть группировки к границе. А это уже может быть приграничный инцидент, который от маленьких, небольших размеров боевых действий может привести к крупномасштабной войне. Мы здраво смотрим на эти вещи и не позволим спровоцировать. Конечно же, отпор мы готовы дать. Если анализ того, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать, это страны, входящие в блок НАТО. То, что происходит сегодня на территории нашей южной соседки, народа, который настолько близок к народу Беларуси, не поддается здравому слыслу. Тоже истерия. Но, наверное, это истерия все-таки руководства Украины в надежде получить какие-то средства от своих западных кураторов, так как поляки и литовцы, для того, чтобы что-то себе урвать. Хотя за последнее время они и так немало получили. По моим данным, они за этот год получили помощи от Соединенных Штатов более 130 миллионов на вооружение. Не знаю, конечно, пошло это на развитие вооруженных сил или куда-то в другие места, но тем не менее. Недавно они уведомили нас, что они в рамках учений под кодовым названием Полесье на границах с Республикой Беларусь якобы отрабатывать вопросы борьбы с нелегальной миграцией. Кто пойдет на Украину? Наоборот, только с Украины. 192 человека, по-моему, за этот год попросили украинцев, попросили белорусского гражданства и остались в нашей стране. То, что предпринимает Украина, это тоже, конечно, недобрососедские отношения, к сожалению. Проводя оценку и анализ все-таки тех воинских частей и подразделений, которые находятся на территории сопредельных государств, пока еще говорить о какой-то угрозе развязывания конфликта, наверное, преждевременно. Я думаю, руководство и Польши, и Прибалтики понимает, что развязывать агрессию с Беларуси себе дороже. Наши вооруженные силы способны сегодня ответить. Если они надеются привлечь вооруженные силы блока НАТО, то за нами стоит наш стратегический партнер, сосед, большая, мощная Российская Федерация. Есть ряд военных объектов российских на территории Беларуси, и всегда на сей счет очень много спекуляций, говорят, ну, нужно их опасаться, особенно тем, кто на Западе приглядывает. Если говорить про боевое дежурство, совместное боевое дежурство, это решение было принято не сегодня, и не вчера, и не даже не позавчера. С 2013 года на ротационной основе прибывают к нам самолеты, российские самолеты, совместными экипажами мы осуществляем боевое дежурство вдоль государственных границ. Периодически, согласно совместных документов, у нас осуществляются также пролеты стратегической авиации. Но это не так часто, как на территории сопредельных стран, где в неделю до двух-трех полетов с континентальной части Соединенных Штатов через всю Европу на территории Прибалтика и Польши с отработкой вопросов дозаправки в воздухе, беспосадочные полеты, с бомбометанием, ну, на полигонах Польши и Прибалтики, конечно. Ну, что они тренируют? Тренируют бомбометание над Белоруссией и Российской Федерацией, естественно, отрабатывают эти вопросы. Мы не осуществляем до 20-30 пролетов разведывательной авиации вдоль гранит. У нас на совместном боеводержурстве находятся те силы и средства, которые определены планами. Но не такое количество, я уверяю. Но и нет необходимости в этом. Совсем недавно принято решение о создании учебных центров. В частности, будут готовить танкистов, мотострелков в России. И у нас летчиков и специалистов войск противовоздушной обороны на территории Республики Беларусь. Они никакую угрозу несопредельным странам не представляют. Тем более, это делается все на плановой основе. Создание каких-то военных баз, помимо этих учебных центров. Но это нецелесообразно. А те базы, которые издавна уже находятся на территории Республики Беларусь, на них нет боевой техники. Эти базы никаким образом не могут повлиять и повлести к какой-то угрозе. Не тем более в Беларуси, не тем более нашим соседям на сопределе. Сейчас, конечно, все взгляды прикованы к белорусско-польской границе, где находятся мигранты. И, знаете, активно в СМИ распространяют историю о том, что, в принципе, самим белорусам этих людей стоит опасаться безотносительно их национальной принадлежности. Мы видели, что эти люди, доведенные до отчаяния, замерзшие и измученные ожиданием, уже взяли в руки камни. Опасаться, сразу скажу, наверное, не стоит точно, потому что люди ехали с нормальными целями, мирными целями туда, куда их позвали. Их позвали в Германию, их позвали в Великобританию, их позвали в Европу, там, где хорошо. Они туда и бегут, пытаясь найти различные пути достижения своей цели. Кто-то через Средиземное море плывет и тонет, кто-то избирает другой путь. Люди просятся туда. Говорить о том, что они представляют угрозу для Белоруссии? Ну, я бы не сказал. Тем более, посмотрев буквально новости, прошедшие новости, где наш президент внезапно посетил этот торгово-литинский центр и пообщался с людьми, глядя на лица этих людей, как они смотрят на нашего президента, и говорят спасибо Белоруссии, спасибо президенту, спасибо Лукашенко за то, что ДНМ предоставил крышу, кровь, тепло, медицинскую помощь для детей. И другие элементарные вещи. Ну, наверное, глупо говорить. Но, тем не менее, почему они взяли палки и камни? Вот я ставлю себя на место любого мужчины. Если бы у меня находилась рядом жена, ребенок, в которого летит светошумовая граната, которого травят газом, ну, наверное, я бы не только палку взял и камень в руки. Поэтому это защитная реакция, доведенных до безумия людей. То, что касается Белоруссии, ну, мы видим, белорусская сторона делает все возможное. По моей информации, пока никакой помощи не оказывается Евросоюзом, никаких денег не перечисляется. Те заявления, что выделены, ну, не знаю, кому оно выделено и куда оно дошло. Сегодня все финансирует белорусская сторона. Ну, и по-другому поступить не можем, потому что мы думаем о людях, и не только о белорусах, о тех, всех, кто находится на территории нашей страны. Мы к ним относимся по-человечески и по-людски. Поэтому эти люди для Беларуси угрозы никакой не предоставляют. Они лечат через туристические фирмы, они оплачивают туристические услуги, они оплачивают гостиницы. Ну, потом с гостиницы они выезжают. Это тяжело, конечно, проконтролировать каждого человека. У них есть деньги, они едут с деньгами, они копили эти деньги, чтобы потратить их в Европе, но вынуждены тратить в Белоруссии. Есть, конечно, особенности, национальные особенности культуры этих людей. Они отличаются от культуры белорусов, но они прислушиваются к сотрудникам Министерства внутренних дел, которые им делают замечания. По крайней мере, последние 2-3 месяца правонарушений, каких-то серьезных проблем с нахождением этих людей на территории Белоруссии не было. Евросоюз пытается предпринять меры, обязав Ирак отправить самолеты и вывезти этих людей. Знаю, что проводился опрос. До этих людей, которые находятся в том числе в этом торгово-легитическом центре, информация доводилась. Но не все желают возвращаться в Ирак. Все-таки цель свою, которую поставили перед собой, с повестки дня не снимают. Должен же все-таки деятель в Евросоюзе отдуматься и сделать то, о чем они постоянно кричат. Показать свои демократические ценности, выполнить те международные договора, элементарные договора, про которые они все время говорят, и пропустить их людей в Германию, пропустить их в Европу. Не думаю, что эти люди, или уверен даже, оставшиеся на территории Белоруссии, принесут какие-то большие проблемы в Германии, Великобритании или Франции, туда, куда они рутся. Это люди, которые будут трудиться работать, зарабатывать деньги для того, чтобы существовать. Поэтому здесь я никакого риска и страха не вижу. Референдум у нас будет через пару месяцев. Не позднее февраля он должен пройти. И все еще не представлен проект Конституции, а наши оппоненты уже готовятся к определенным провокациям и к срыву этого референдума. Глава государства озвучивал, что есть у них определенные замыслы. Александр Григорьевич, как считаете, наши правоохранители готовы пресечь какие-то попытки? Во-первых, мы сделали большие уроки после 2020 года. Это развязанная информационная война. По-другому это никак не скажешь. И вот мы здесь немножко допустили, наверное, оплошность. Мы закрывали глаза на те телеграм-каналы, на те чаты, которые были в доступе, и в которых публиковались вот эти и призывы, и вся эта грязь, и ложь, и фейки. И некоторые люди, поверив в это, развесив уши, ну, наверное, по-другому психология человека не может работать. Они это поверили, вышли на улицы, пытались что-то доказать, не понимая, что. А некоторые просто шли как бы в общей массе, как на демонстрации. Ведь многим просто вот задурили голову. Почему? Потому что мы вот на эти фейки, на эту ложь сначала смотрели сквозь пальцы. Думали, а, ерунда. Нет, не ерунда, на это надо реагировать. И после этого уже, конечно же, внесены соответствующие поправки в законодательную базу. За это время, я знаю, что около 300 чатов признаны экстремистской направленности. Прекращена работа около 100 чатов, по-моему. 17 групп лиц, которые на различных интернет-площадках работали, также признаны экстремистскими. Ну и так далее. Может быть, проще не закрывать по одному, а в целом ограничить работу мессенджеров на территории Беларуси? Можем решиться на такую меру. Можно и так, конечно, пойти этим путем. Но правильно ли это будет, демократично ли это будет? Все-таки мы надеемся на здравый смысл. Конечно, сложно. Одни чаты мы закрываем, другие появляются. На это надо реагировать, доводить до людей информацию, говорить больше, правду рассказывать. Я думаю, все-таки народ, наш народ, видит, как работает президент, как работает правительство, руководители госорганов, какие решения они принимают и для чего они принимают. Для развития нашей страны, во благо нашего народа, только для этого. И то, что референдум будет, я в этом не то, что не сомневаюсь, он должен быть. И эта конституция повлияет на устойчивое развитие будущей нашей страны. А то, что второй вопрос, готовы ли наши правоохранительные органы, на сегодня я уверен, что руководители понимают, как действовать, что нужно делать, как взаимодействовать для того, чтобы не допустить того, что было год назад. Поэтому я уверен и вам ответственно заявляю, сегодня силовой блок, военная организация государства, в которую входят все в министерства и ведомства, готовы для пресечения каких-то негативных последствий в нашей стране. Замышляют это все, в том числе и наши беглые оппозиционеры, так называемые. И в отношении многих из них уже в Беларуси заведены уголовные дела, они обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Но некоторые из этих людей находятся далеко за пределами нашей страны. И есть ли возможность, есть ли рычаги действительно привлечь их к ответственности здесь? Абсолютно правильно заметили. Упущение в уголовно-процессуальном законодательстве в нашей стране наверное было. Тот принцип неотвратимости уголовного наказания за совершенное преступление, он не выполнялся. Совершил здесь преступление, уехал и спокойно живет. Даже по запросу, что и демонстрирует сейчас действительность, по запросу правоохранительного блока, по политическим мотивам их не выдают оттуда. Тем не менее, вот предлагается ввести поправки в закон, чтобы была возможность в стране привлекать к уголовной ответственности, то есть осудить. Суд заочно приговорит к тому или иному наказанию, ну в зависимости от тяжести совершения проступка. Конечно же, он будет находиться за границей, конечно же, его не выдадут. Но то, что он приговорен, к примеру, к двум-трем годам лишения свободы или другому сроку, который определит суд, это будет, наверное, накладывать определенный отпечаток. Эту инициативу Следственного комитета поддержал и Верховный суд, и поддержала Генеральная прокуратура. Но вопрос очень сложный, серьезный, и предлагается этот вопрос рассмотреть на ближайшем заседании Совета безопасности. То есть можем ожидать каких-то таких решений? Таких решений, да. Ну, члены Совета безопасности будут докладывать главе государства, ну и глава государства как председатель Совета безопасности ну, тоже выскажется по этому поводу. Надеюсь, что глава государства поддержит, потому что человек, совершивший преступление, должен быть осужден. Да, Беларусь не инициатор и не первопроходится в этом вопросе. Такая практика и такие меры уже приняты на территориях и ближнего, и дальнего зарубежья, в странах СНГ. Да, о чем говорить? Вот в Германии, во Франции, в Нидерландах такие законы уже существуют. И вернемся к инциденту на пограничной заставе Видзи. Минувшим вечером на линии границы с Литвой белорусские пограничники нашли труп беженца. Это мужчина фразиатской внешности возрастом примерно 30 лет. На его теле обнаружены многочисленные следы избиения. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Следователи опросили местных жителей. Для установления точной причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу, производство которой поручили Государственному комитету судебных экспертиз. По данному факту Брасловским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Белорусские пограничники оказали помощь беженцам с отечественникам погибшего мужчины. Все они находились в крайне изможденном состоянии с признаками обморожения ног. Беженцы рассказали, что их было четверо вместе с погибшим мужчиной. Находясь на территории Литвы, они подвергались избиениям со стороны силовиков. При осмотре, конечно, люди в таком изнеможденном состоянии. Видно, что они в общем-то пострадали психически, морально и имеют явные признаки обморожения. Особенно вот у двоих такие значительные отморожения нижних конечностей, стопы в частности. Ну и они, конечно, нуждаются в дальнейшей консультации специалистов и госпитализации под наблюдением. Жестокость, цинизм и откровенный фашизм. По-другому назвать действия литвы и польских силовиков невозможно. Своих граждан, которые хотят помочь беженцам, они избивают, а самих гостей хладнокровно убивают и выбрасывают на белорусскую территорию. Как это назвать, если не по ноптикум, сейчас в эфире СТВ авторская рубрика Григорий Озаренко и Алена Диодиной. Убийцы. Хладнокровные, жестокие, подлые, злобные убийцы. Беспринципные, наглые, уродливые. Вы продолжаете усеивать леса трупами людей. Обратимся к европейской истории. Наши червизмогарыши очень любят копаться в этом кровавом котловане и визжать от восторга. Но не знало человечество ни одного племени, ни одного народа, который был бы столь же жесток и беспощаден, столь же погряз в крови, как Запад. И что самое подлое, они всегда это покрывают фиговым листком гуманизма и свободы, прав и благородства. Они нашего правителя называют Иоанн Зе Терибл, Иоанн Ужасный. Только жертвами грозного царя считают максимум 4 тысячи человек. В то время, как только в одну варфоломеевскую ночь благородные европейцы вырезали 30 тысяч. Или может вспомним их безумного короля садиста Генриха IV? Тогда Англия умывалась кровью в промышленных масштабах по разным подсчетам до 70 тысяч человек. А его волновало только одно. Какой следующей любовнице он отрубит голову? Вся ваша история это череда грязи, подлости, предательства, убийств, коварства, ядов, кинжалов, войн и террора. Герцог Альба почти уничтожил все население Голландии. А на каком фундаменте стоит современное роскошное здание Евросоюза? Нынешняя Бельгия, где и находится столица Нового Рейха, была когда-то империей, где властвовал король Леопольд. Они прибрали к рукам современную республику Конго. Тут же там было введено крепостничество. Местных негров заставляли вкалывать на плантациях. А за невыполнение трудовых норм они могли запросто убить работника, чтобы он стал пищей. А отрезанные кисти рук и ног предоставлялись администрации короля Леопольда для отчетности. На этом и стоит роскошное здание Евросоюза. И если из Магарыша думают, что с ними будут поступать иначе, ошибаетесь. Вы развязали две чудовищные разрушительные мировые войны. Вы единственные применили ядерное оружие. Вы уничтожили Ближний Восток. Вспомните еще раз мерзкую жабью рожу Клинтонихи, когда она смотрела, как терзают тело Каддафи. Но если ваши предшественники были титанами зла, то сейчас история повторяется в виде кровавого фарса. На смену величественным ублюдкам пришли ублюдки фарса. Мелкие, злобные, жалкие хорьки. На уседые ландсбергис. Вы клоуны, лилипуты, пыль под ногами, вы блохи. Вид паразита, который можно назвать кровавые гниды. Вы развалили собственную страну. Вы обрекли свой собственный народ на нищее вымирание. От вашей гнусной власти уехала половина населения. Вы разделили своих собственных граждан на сорта. И чтобы вож казалось хоть чуть-чуть значительной, вы начали убивать. А потом цепелины жрать пошли. И вы еще нас учить жизни смеете. Поганый рот свой открывать в нашу сторону. О человечности говорить. Надо признать, Беларусь окружена фашистовыми лимитрофами. Эти недостраны полностью подчинены заокеанскому маньяку и сладострастно готовы выполнять любой приказ. Но самое мерзкое их содержанки, у которых пока еще есть белорусские паспорта. Ну какой же мерзостью надо быть. Как надо опуститься, чтобы все это поддерживать и оправдывать. Чтобы ловить каждое слово пана, носиться с ним под свинки. Складывается впечатление, что если бы литовские зондеркоманды сжигали бы здесь деревни с белорусами, вы бы с удовольствием вели прямой стрим. И два гея, Путила и Матолько, целовались бы на фоне горящего сарая. Весь этот паноптикум понять невозможно, но описать его сможет Алена Диодина. Играть в политику и быть политиком понятия очень разные. И пока одни не могут наиграться, хмурят бровки, и дуют щечки, другие пытаются и правда помочь обездоленным людям. И как же для кривляк политических они неудобны? Ведь не дай бог проблема решится, придется искать новые прецеденты для наигранного коллективного волнения, чтобы снова попытаться показать себя с наиболее лучшей стороны. Совсем недавно на Западе разразился Ерехонский вой, что Меркель вступила в диалог с Лукашенко. Нам рассказали, что помогать людям вместе с диктатором это почти так же страшно и плохо, как не любить людей. Но что стоит за демонстративной западной озабоченностью, проблемой слабых и обездоленных, становится понятно, когда случается нечто действительно вопиющее, но коллективные при этом коллективно молчат, так словно бы ничего вообще не произошло. Из теплых комнат ситуация всегда выглядит немного иначе, и кажется, что страдающий мог бы еще чуточку потерпеть, пока каждый западный политик отожмет из чужой трагедии максимум соков и проявит душещипательную озабоченность. Закрывая глаза на то, что эту игру в кости переживут не все, как и произошло с тем беженцем, чем труд литовские силовики выбросили на границе. Не понимая при этом, что именно с ними не так, когда списывают еще одного живого человека в утиль, ведь когда страдают чужие, не свои близкие, то иным политикам кажется, что игра стоит свеч. И тут проявляет себя главное отличие Лукашенко и Запада. Он помогает людям, пока остальные коллективно за них волнуются, а потом умывают руки. Пока они вращают на столпе своей политической славы чужие судьбы, наш президент обнимает взглядом каждого слабого и держит свое президентское слово, когда обещает «Не беспокойся, я все решу». Он настоящий, а коллективный нет. Алена, спасибо. До следующей встречи. А вот на это место поедут любители флоры в Куропатах, послы ЕС и США в Беларуси. Или они сегодня отдыхают в самых фешенебельных условиях и знать ничего не хотят о трупах людей. А все эти захожания в лагерь беженцев, которые с высокопарным выражением осматривали «Ну как тут эти белорусы содержат? Поедут, я спрашиваю?» Хоть слово сказать против лимитрофных убийц хватит потенции? Думаю, каждый белорус понял, что все эти сытые, лощеные дяди и похожие на дядь-тети с интеллигентным видом и дорогими очками это не люди. Убийцы. И разговаривать на равных они согласны только тогда, когда у них коленки только всего за последние полтора года пережила наша страна и наш президент. На нас накинулась самая мощная сила в мире. Блицкрик, попытка Майдана, переворота и убийства лидера, террор, санкции, провокация с самолетом, неслыханный информационный накат. И все мимо. Везде они проиграли. От черной злобы они убивают несчастных беженцев, стягивают войска, готовы начать войну. И многим, наверное, не раз казалось, что надежды нет, ведь враг ста крат могущественнее. Но всегда нужно помнить слова сербского воеводы, которые он сказал в 1914 году. Нам нет спасения, мы победим. Именно поэтому жалкий Запад проиграет. У них натура мышиная. А у нас есть святая Родина и великий президент. Мы, конечно, за мир, но кто скажет, что нет войны, покажите мне их. Сумасшедший процент и нарушен пунктир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Законодательный ответ на угрозы современности конституционная реформа. Проект основного закона еще не написан, а протестное движение начинает раскачиваться уже сейчас. Вдруг референдум все-таки отменят. Кому это надо? Все тем же, кто в прошлом году пытался сместить власть и организовать госпереворот. План их беглых там за границей для того, чтобы получить финансирование иначе не скажешь. Просто смешной. Я уже видовидавший человек читаю и думаю неужели опять запада дуреет и даст под это деньги. Они уже готовятся сломать конституцию и если у них план реализуется снова вывести на улицу народ беларусь. Ну, история учит, что ничему она не учит. 11 новых статей и более 70 претерпели изменения. Работа по подготовке изменений конституции вышла на финишную прямую. Во Дворце независимости на неделе прошло своеобразное первое чтение проекта. Пожалуй, самый обсуждаемый блок Всебелорусское народное собрание. Кто в него войдет, как этот орган впишется в существующую систему и не будет ли он пересекаться с президентом и парламентом. В ближайшее время подготовленный проект вынесут на всенародное обсуждение. Каждый из нас сможет стать участником конституционного процесса. Чего же беларусы ждут от новой конституции? Какие изменения ставят превыше всего? И как видят Беларусь будущего? Большое социсследование проходит в преддверии референдума. Специалисты опрашивают 10 тысяч респондентов. Настолько большая социологическая выборка лишь подчеркивает общественную значимость предстоящего события. Ужители страны интересуются широким спектром вопросов от видения экономических и социальных проблем до отношений с другими странами. Все пункты опроса показывают, как беларусы относятся к идее изменения основного закона и чего ожидают от новой конституции. Через тех людей, которые принимают участие в этом вопросе, есть возможность донести до как можно более широкого круга людей, то содержательное пространство, которое интересует и социологов, и которое интересует в настоящее время все общество. В числе вопросов, которые предлагаются нашим респондентам, вопросы, которые касаются оценки их собственного социально-экономического положения, безусловно, динамика этого положения, вопросы, которые касаются и наших взаимоотношений с соседями, с Россией, с другими государствами. Бланк интервью состоит из 24 вопросов. Так вот, самый большой блок вопросов включает именно ожидания от всех изменений, которые мы планируем увидеть в конституции. После проведения такого большого исследования институтом запланированы и собственные исследования в рамках такой же проблематики. Масштабное исследование продолжится в течение нескольких недель. После информацию тщательно обработают и проанализируют. Между тем, накануне экспресс-опрос по тематике предстоящего референдума провели специалисты Центра социально-гуманитарных исследований БГУ. По его результатам 43% белорусов поддерживают проведение референдума по конституции, а 24% ждут от него значительных положительных изменений. Синдром оппозиционной капризности. Почему такие желанные законодательные перемены теперь в зоне не хотим? Кто на пути к референдуму выставляет барьеры и строит новые теории заговора? Конституционную шлифовку с акцентом на будущее и подготовку к самому громкому политическому событию 2022 обсудят на площадке ток-шоу по существу. Там в прямом эфире не боятся острых вопросов и заглядывают в суть проблемы. Включайте СТВ в понедельник в 18.30. Подрывать экономические опоры режима Лукашенко у Запада не получается. Более того, пока ЕС вводит санкции, Беларусь зарабатывает миллиарды долларов. Такое мнение высказывают аналитики. В частности, эксперт портала Рубалтик Алексей Ильяшевич отмечает, объемы внешней торговли Беларуси с Соединенными Штатами и странами ЕС растут рекордными темпами и произошло это на фоне санкционной войны, которую Запад объявил Беларуси. По данным Белстата, белорусский экспорт в США за 9 месяцев составил 362 миллиона долларов, что почти в два раза больше, чем за весь доковидный 2019 год. И такая ситуация не только в Америке. Страны, которые больше всех голосовали за санкции, стремительно наращивают импорт белорусских товаров. О двойных стандартах заговорили даже в Германии. Вот как описывает ситуацию немецкий журналист и историк Габриэль Лессер. Несколько дней назад именно Польша громче всех призывала к санкциям против Беларуси. Но сейчас в Варшаве об этом почти ничего не слышно. Независимые СМИ в Польше сообщают о том, что на пограничных переходах между Беларусью и Польшей ежедневно обрабатываются несколько сотен грузовиков в обоих направлениях. Торговля между двумя странами процветает как никогда. Предыдущие санкции Евросоюза были разработаны таким образом, чтобы не пострадали ни ключевые отрасли промышленности Беларуси, ни торговля Беларуси со странами ЕС. Однако в случае жестких санкций именно страны ЕС понесут тяжелые потери. В первую очередь Германия, Польша и Нидерланды. Тем более, что около 150 немецких и почти 500 польских компаний инвестировали в Беларусь и часто открывают там совместные предприятия. О том, что санкции не имеют настоящие силы говорят уже не первый раз. Ранее консервативная польская газета Речь Посполита описала санкции как символические и прежде всего предназначенные для общественности. В издании отметили, что Евросоюз лишь хотел создать впечатление, что он привержен оппозиций и правам человека в Беларуси. Такого же мнения придерживается профессор экономического права в немецком университете Андрейс Штайнингер. Сомнительно, что санкции против Беларуси еще чего-нибудь достигли. Иной относится к экспорту калийных удобрений из Беларуси, поскольку в 2020 году большая часть производства калия в Беларуси, которая в основном необходима для сельского хозяйства, шла в Польшу и Бельгию. Остановка импорта может серьезно ударить по экономике Европейского Союза и стран, зависящих от калийных удобрений. Впрочем, экономическое давление не новый метод для Евросоюза. Его применяют даже внутри ЕС. Европа тоже расширялась для того, чтобы были рынки сбыта и моя точка зрения. Брали прибалтийские страны. Евросоюз это и политическая точка составляющая была, чтобы подиспортить жизнь России. А с другой стороны, реальные рынки сбыта, потому что яркий пример у сахарной промышленности. Там у нас были свои заводы, но по вступлению в Евросоюз мы вынуждены, так сказать, вынуждены и предложили, значит, владельцам предложили хорошие деньги, они продали, а потом ввели квоты и теперь, чтобы прошло время, когда эти квоты уже закончились, то есть мы сейчас можем производить, но уже не очень невыгодно, потому что все предприятия, которые занимались, и сельское хозяйство, которое занималось выращиванием сахарной свеклы, они перепрофилировались, продали свои порудования, и обратно это вернуть, это большие вложения, то есть на это уже никто не пойдет. Ну, соответственно, от этого выиграли бельгийские, французские сахарные заводы, которые теперь поставляют нам сахар. И причем должен заметить моя такая личная, что по качеству он хуже российского и белорусского. При всей политической, экономической турбулентности экспорт белорусского продовольствия прибавляет. От наших продуктов питания не отказывается ни одна страна, некоторые товары, конечно, могут быкотировать, но непременно нуждаются в других. В целом, для сельского хозяйства этот год сложился неплохо. Собрано 9 миллионов тонн зерна, почти миллион тонн картофеля, более 600 тысяч тонн овощей. За 9 месяцев экспорт достиг отметки в 4,7 миллиарда долларов. Это выше уровня прошлого года. президент на неделе обозначил стратегию для отрасли. Я знаком с итогами, не единожды мы обсуждали с вами это, но тем не менее. Меня в данном случае больше всего волнует будущее, стратегия. Текущее уже понятно, все недоработки, все хорошее мы видим, а вот будущее мы с вами не единожды обсуждали, тактические вопросы и вопросы стратегические. Стратегия одна, нам надо побыстрее выходить на экспорт продукции в 7 миллиардов долларов. Все есть тем, что кризис продовольствия налицо в мире, и этот кризис только усугубляется, продовольствие, спрос на него будет расти, и, естественно, цены будут расти на продовольствие. Поэтому вот это наша стратегия, чтобы ни в коем случае не сбавить обороты. Ну и свой рынок, это святое, я даже об этом не говорю. В связи с этим стабилизационные фонды и какие тут у нас разноштения между отраслью и торговлей. Одни говорят, надо сейчас продать продукцию, пока цены высокие, другие говорят о том, что надо стабилизационные фонды, чтобы были 100%. Меня это тоже волнует, но не очень. Но и вы, производители, и переработчики, и торговля ответите за ценообразование на сельскохозяйственную продукцию, на продукты питания. Мне главное, чтобы люди, имея относительно невысокую заработную плату, хотя мы и здесь выдерживаем свои обещания по зарплате, чтобы они могли купить продукты питания. Люди должны быть одеты и накормлены. я не говорю о какой-то вертолетных деньгах, о том, что мы будем всех одевать. Человек должен сам о себе позаботиться, но тем не менее здесь наша обязанность есть. Инфляция, рост цен на продукты питания это и ваша, и правительство в целом задача. Поэтому вот эта стратегия по экспорту и обеспечению наших людей продовольствием это и есть стратегия. Что касается аграрной тактики, в приоритете ремонт техники, повышение плодородия, почв, заготовка кормов это общая задача для всей страны. Отдельное внимание Витебскому региону здесь проводится эксперимент. Создано семь агропромышленных объединений во главе перерабатывающие предприятия, которое тесно связано с сельхозорганизациями. А не сырьевая зона. Получается, что сами у себя выращивают, загружают мощности переработчика и реализуют продукцию. Эффективны ли такие интеграционные сельхозпроекты? Рассуждает Виктор Пралич. Оршанское агропромышленное объединение это более 30 организаций, из них 25 сельскохозяйственных. Общее количество сотрудников более 6 тысяч. Объединение еще одно из самых современных по технологиям. К примеру, этой доильной установки карусельно-молочно-товарном комплексе Устинский. Аналогов во всем мире насчитывается чуть больше 20. Это не то, чтобы развлечение, здесь как в песне. Вкалывают роботы, а не человек. Молочно-товарный комплекс рассчитан на более чем тысячу коров. Причем буренки датской красной породы, опять же, таких в стране нет, в среднем дают 19 литров молока в сутки. Но и это не все. 100% идет экстра. Отличное качество этого молока. Вот жир доходит 4,5-4,7% у белок уникальный, 3,3-3,7% тоже доходит процента. Большой выход сыра получается с этого молока. А также оно полезно детям, страдающей аллергией, для людей пожилого возраста. Вот на это мы ставим ставку. Современный комплекс Устья – сырьевая зона Оршанского агропромышленного объединения. А вот эти фермы вошли в состав Оршанского АПО недавно. Под крылом мясоконсервного комбината, именно это предприятие считается головным, чуть больше месяца. Были финансовые трудности, но подставили плечо. Кстати, это одно из условий работы таких тандемов – тянуть наверх менее эффективное предприятие. Сегодня это владение Оршанской птицефабрики здесь выращивают индейку. Очень своеобразная птица. Но я что хочу сказать, что птица, которая, наверное, ни одного такая птица не вырастает в 300 раз свой вес не превышает довыращивания. То есть получаем 55 грамм, а выращиваем до 20 и даже больше килограмм. А еще говорят, что индейка птица капризная. С малого возраста выращивают в помещения, где температура доходит до 38 градусов, сбалансированный корм, приглушенный свет. Сегодня здесь находится около 35 тысяч индейок, но это только начало. Реконструируют еще объекты под птичники. Бывший свинокомплекс под Дубровно также переживает модернизацию. Он станет частью Оршанской птицефабрики, куда завезут индейку. Мы прекрасно понимаем, что в некоторой степени дорогое мясо индейки, но, например, за 10 месяцев рентабельность этого предприятия составила всего 1%. Получили чистые прибыли за 10 месяцев в пределах 50 тысяч. Мы уменьшаем, пытаемся уменьшить себестоимость, для того, чтобы, конечно, мясо индейки на прилавках было дешевле. А это как раз то, что делают из индейки. Линия по производству детских мясных консервов из диетического мяса единственная в стране. Весь процесс здесь закрыт и автоматизированный. Не совсем традиционный мясной продукт питания наших людей, но производство консервов для детского питания завоевало большие прочные позиции. На сегодняшний день общий объем консервов детского питания из мяса индейки составляет порядка 25%. У нас в ассортименте детского питания консервов свыше 30 видов. Шесть из них производится из мяса индейки либо с ее использованием. Раньше сырье приходилось закупать в соседней области, но теперь благодаря работе агропромышленных объединений обеспечивать диетическим мясом стали сами себя. Получается то, что вырастили сами же, переработали и реализовали. Цепочка уже налажена. Модернизация сырьевой базы реконструкция птичника под Витебском и под Дубровно позволит увеличить мощности до 6 тысяч тонн мяса индейки в год. Данное сырье планируется полностью к переработке на базе аршанского мясоконсервного комбината. Зачем же нам это нужно? В первую очередь это высококачественное гипоаллергенное сырье, которое на сегодняшний день находит свой спрос среди таких групп населения, как дети. Мы выпускаем мясное детское питание. Аршанское агропромышленное объединение только одна из семи структур, развивающихся на территории Витебской области. Да, это эксперимент, но который должен стать примером для страны, ведь его главная задача, само собой, кроме экономической, повысить престиж сельскохозяйственной профессии. Над роботами тоже нужен контроль, новые рабочие места, производительность труда и рост заработной платы. Вот конечный итог. Виктор Пралич, Расим Гурбанов, неделя, СТВ. И в продолжение темы с приставкой «Агро». Белорусы полностью обеспечивают себя мясом и молоком. Мы четвертые среди мировых производителей сыра, впереди лишь ЕС, США и Новая Зеландия. А по сливочному маслу, творогу и сухому молоку наша страна в пятерке лучших экспортеров. Но мало кто задумывается, что очередная новинка на прилавке это заслуга не только производителя. К примеру, как изготавливают сырки для диабетиков и вегетарианское мороженое. Можно ли доверять этикеткам и при чем тут 3D-принтер? О рецептурах нового поколения мы спросили руководителей Института мясомолочной промышленности. Гордей Владимирович, Наталья Николаевна, добрый вечер. Здравствуйте. Я больше всего люблю, когда гости приходят к нам в студию не с пустыми руками, а что-то нам показывают, рассказывают. С чего можно начать? Ну, давайте начнем вот с таких больших баночек. Это продукт молочный, сухой, с пониженным содержанием белка для взрослых и детей больных фенилкетонурией. Заболевание, которое требует употребления продуктов с минимальным количеством белка. Ну, вот в растворенном виде содержание белка в этом продукте не более 1%. Это очень низкое количество. Покупать это дорого, особенно сейчас, когда в условиях пандемии затруднено сообщение между государствами, соответственно, тяжело привезти данные продукты. Мы планируем освоить производство и производить его у себя на опытно-экспериментальном производстве института. Например, диабетики часто жалуются, что у нас нету молочной продукции, которая, допустим, есть в России. Есть у нас такая разработка, причем завершили мы ее недавно. Это массы сырки творожные и мороженое. Они двухнаправленности. Это низкокалорийные и с сахарозаменителями, то есть те, которые могут употреблять и люди с сахарным диабетом. Это мороженое востребовано. И на сегодняшний день уже несколько молокоперерабатывающих предприятий успешно выпускают его. Что может в ближайшее время появиться на наших прилавках? Из мясных продуктов очень интересное направление. Это продукты со сниженным содержанием соли. Благодаря специальным фитокомплексам, фитокомпозициям было снижено количество соли в мясных продуктах до 30%. Причем создана целая линейка этих продуктов из разных видов мяса. И свинина-говядина, и мясо-кролика, и мясо-индейки. Бесспорно, в тренде также находятся и функциональные продукты питания. Суть их заключается в том, что мы должны обогащать наши продукты питания определенными компонентами. В этой связи в стране учеными в первую очередь нашего института развивается такое направление как 3D-печать. Здесь представлены сухие смеси и эмульсии для 3D-печати. Получается, что из такой смеси на выходе мы получаем готовую продукцию. Можно ли говорить о том, что вообще за этим будущее? Вы знаете, это направление набирает обороты. Почему? Потому что оно позволяет формировать состав продукта и сделать его для конкретного человека, то есть обогатить определенными макро- и микронутриентами. Такого рода продукты займут свое место на рынке и где-то до 3% все-таки будет этих продуктов в перспективе. Расскажите, эти тарталетки они пригодны? Конечно. Для использования? Конечно. Надо обязательно попробовать. Да. Ну, чем-то напоминает паштет? Еще одним перспективным направлением является вегетарианское питание. Институтом разработано мороженое с заменением животных, белка на растительный. Основные компоненты это гречиха и овес. Если не ошибаюсь, наша молочная продукция уходит на экспорт в шесть десятков стран. Что мы еще можем поставлять? Чем можем еще удивлять? Учитывая, что, ну, действительно, эта отрасль у нас хорошо развита. Ну, нужно прежде всего подчеркнуть то, что Республика Беларусь занимает высокие позиции в мировых рейтингах по экспорту сыра, экспорту масла, экспорту сухой сыворотки. Экспорт именно молочной продукции формирует 40% в совокупном аграрном экспорте или 8% в совокупном экспорте Республики Беларусь. Ну, и тем не менее, могут идти различные виды продуктов на экспорт. Ну, например, вот даже сухой молочный продукт, быстрорастворимый для вендингенных аппаратов мы закончили, разработали. Почему нет? Он тоже может идти на экспорт. Качество это же всегда было, по сути, нашим брендом. Да. За что во все времена славились наши товары за рубежом, до сих пор, может быть, в этом и есть наша фишка, но в то же время можно же за счет недобросовестных может быть конкурентов и проигрывать на рынке, что мы-то делаем качественную продукцию, но можем вступать в ценовой политике. Да, совершенно верно. Мы, как ученые, определяем тенденцию последних лет, то, что у нас сокращается доля отечественных товаров в розничной торговле. У нас есть такой документ, как доктрина национальной продовольственной безопасности до 2030 года. Там установлена цифра 85%. Мы можем рассчитывать на импорт в районе 15%, но на данный момент цифра 77% отечественное производство и, соответственно, 23% это импорт. И динамика, к сожалению, не очень позитивная. Прежде всего, мы уступаем позиции на рынке дешевым продуктам. Дешевым. И в чем-то мы не будем утверждать, но менее качественным, чем белорусский. Вашему предприятию 35%. Да. Какие планы, какие задачи амбициозные ставьте перед собой дальше? Ну, начнем с того, что на ближайшую пятилетку уже сформирован ряд государственных программ научных исследований? Очень много амбициозных планов стоит у нас в перспективе. Мы собираемся разрабатывать и продукты, продолжать разрабатывать продукты для детского питания, для дошкольников и школьников, мясные. Мы собираемся разрабатывать новый вид сыра, сыр безлактозный, который очень востребован у людей с лактазной недостаточностью. Мы, опять же, собираемся расширять линейку заквасок для молочной промышленности, поскольку мы являемся единственными производителями заквасок. Соответственно, ассортимент продукции растет, и он требует все новых и новых заквасочных культур на рынке. Что ж, желаем вам успехов, будем следить и дальше за вашими достижениями. Их подвиг не забыт. Теперь погибший экипаж Лицкой штурмовой авиабазы герой Беларуси посмертно. Напомню, 19 мая в ходе учебного полета у потерпевшего крушения самолета Як-130 друг за другом отказали различные уровни систем управления. Но пилоты смогли избежать еще большей беды и увели самолет на единственный свободный участок земли между жилыми домами в Барановичах. Но сами погибли. За всю современную историю высшего звания за исключительные заслуги перед государством и обществом удостоены 13 беларусов. Это программа неделя. Мы работаем в прямом эфире и продолжаем. ВОЗ обеспокоена появлением нового штамма COVID-19. Мутация вируса получила название омикрон. Впервые ее обнаружили в Южноафриканской республике, но уже известно, что штамм есть и в Европе. Насколько опасен вирус, непонятно. По оценкам медиков, он распространяется намного быстрее и может быть устойчив к вакцинам. Сейчас его изучают ученые. Тем временем в Беларуси пик заболеваемости коронавирусом пройден, считают во Всемирной организации здравоохранения. Но это не отменяет все меры борьбы с COVID-19. На неделе в нашу страну в рамках международной помощи прибыла новая партия дексаметазона. Поставку осуществил детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Препараты доставили в таблетках и ампулах. Его распределяют по регионам и будут использовать для лечения коронавирусной инфекции, а также других заболеваний. Новое ЧП в Минске в результате пожара сгорел частный дом. Судя по видео очевидцев, пламя было видно издалека. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело человека. А вообще такая печальная закономерность. Чем ниже столбик термометра, тем больше число пожаров. Причины все те же. Алкоголь, пренебрежение правилами безопасности, неисправность печного и электрооборудования. Количество погибших на пожарах в Беларуси за этот год уже составляет почти 600. Как изменить статистику и не привести беду в дом. Репортаж Анны Корольчук. Это все, что осталось от кирпичного дома в агрогородке Еремино. Неделю назад здесь был пожар. Когда спасатели прибыли на место, то в задымленной комнате на полу обнаружили два трупа. Хозяина 55 лет и его 40-летнего гостя. По словам соседей, мужчина жил один и изрядно любил выпить. О пагубном пристрастии погибшего местные жители знали, но мужчину жалели. Пару лет назад он обморозил ноги и уже не мог работать. Одежда и едой ему помогали и сельсоветы соседи. Но ситуация вышла из-под контроля. И он был в магазине как раз в 9 часов, в 10 у загора две пачки вина. И пришли, выпили и лягли, заснули и все. И загорели. Считать это ЧП случайностью нельзя. По предварительной версии причиной пожара стал незатушенный окурок. Схема одна. Выпил, закурил, уснул. Финалом таких посиделок в лучшем случае становятся подкопченные стены. Худшим потеря дома или смерть. Но на чужих ошибках никто учиться не хочет. Курите? Курю. Ну так слышали по соседской улице, что у вас произошло в воскресенье вечером? А, ну видно, где курицы. А на улицу не пробовали выходить курить? Пробую. Так а что не выходите? Курить кровать. На кого вы дождите? А говорите, в кровати не курите? В кровати, говорю, не курите, говорите. А это давно было. Да понятно. Хозяин этого дома лично знал погибшего. Когда горело, когда тушили, я там до двух ночи был. Помогали? Потому что это мой знакомый был. Вот здесь проживал у меня. Но в последнее время он там с кем-то запил, с кем-то сгорел. Местная власть, милиция, соцслужбы подобные адреса помнят наизусть. Наведываться по ним приходится несколько раз в месяц. Примерный портрет тех, кто в зоне риска, безработный, пьющий, живет с пожилым родителем. Владимиру Шинько 75 лет. В его доме прописан старший сын. Приходит с работы, идет в комнату, еще. Так я и живу. Я с ним почти не разговариваю. Он и пьет, и курит, и все. А что я могу сделать? Всю жизнь вот так меня мучает, да и все. А вы ему говорили? Каждый день говорю. Каждый божий день. В отчаянии мужчина сам просит отправить сына в лечебно-трудовой профилактории. Тем, кто оступился, всегда идут на встречу. Помогают с трудоустройством, оплачивают кодирование. Но для этого нужно желание человека остановиться и изменить свою жизнь. Неоднократно со своим заместителем приезжаем по социальным категориям, беседуем. Если у человека что-то осталось еще, если он до конца еще не спился, то где-то прислушиваются к нашим и памяткам, и к нашим разговорам, и к нашим убеждениям. Но если человек уже такой, что до него не доходит, это очень тяжело. По статистике, каждый десятый пожар в Беларуси заканчивается гибелью человека. В большинстве случаев жертвы сами поджигают свое жилище. С 2020 года курение в постели запретили на законодательном уровне. Однако опасно это делать не только там. Время тления сигареты составляет до 30 минут. От окурка загорается скатерть, ковер, мебель и одежда. А если выбросить его с балкона или в окно, то можно спровоцировать пожар у соседей. Кстати, это тоже расценивается как нарушение закона и грозит штрафом до 30 базовых величин. Если подобное происходит в многоэтажках, то заложниками ситуации становятся все жильцы. Так, неделю назад в Добруша из горящего дома эвакуировали 12 человек, в том числе двух детей. В квартире на втором этаже работники МЧС обнаружили сидящую на полу хозяйку 62 лет, вынесли ее на воздух и отдали медработникам. Предполагаемая причина пожара непотушенная сигарета. Женщина находится в больнице. Состояние ее на данный момент ближе к средней степени тяжести поступило с диагнозом отравления продуктами горения дымовая ингаляция и ожоги лица плеча примерно 6-7%. Если бы огонь добрался до газа, пострадавших было бы больше. У них были каждый день пьянки, гулянки, то есть к ним приходили мне кажется со всего района и вообще если это если она сюда защелится, ну значит будут предприниматься какие-то меры. Потому что ну так жить нельзя. Вот так вот в принципе для всех это было ожидаемо, что это рано или поздно это будет. Ну вот это случилось. Смотровые комиссии регулярно проверяют состояние электропроводки и печей, а также наличие и справность автономных пожарных извещателей по опасным адресам. Вы знаете, что 30% пожаров это нарушение права эксплуатации электросетей и электрооборудования. Так они все заизолированы. Вы считаете это заизолировано, а то, что они оплавлены уже. А знаете, есть такой прибор называется автономный пожарный извещатель. Знаете? А что у вас не установлен? Цена 10 рублей, а спасает сотни жизней. Различные требования пожарной безопасности, советы спасателей к людям, которые ведут социальный образ жизни и в частности курят в постели особенно в состоянии алкогольного опьянения непренебрежительно относятся к данным советам. Но цифры статистики просто неумолимы. Поэтому, если вы знаете, что рядом с вами проживают такие граждане, сообщите об этом в РОВД либо в районный отдел по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы пришла смотровая комиссия либо просто рейдовые мероприятия, проверили состояние по безопасности данного владения и приняли все необходимые меры. Потому что только совместными усилиями мы сможем сделать нашу жизнь безопаснее. В эпоху пандемии людей больше интересуют цифры по коронавирусу. При этом на пожарах в этом году погибло 582 человека. С наступлением холодов количество жертв всегда увеличивается. Поэтому, если хозяин безразличен к состоянию своего дома и не ценит жизнь, соседям нужно быть бдительными. Лучший способ обезопасить себя установить пожарный извещатель. Его звук настолько пронзительный, что способен заглушить бытовую технику и разбудить среди ночи. Нередко именно это спасало жизни в момент, когда счет идет на минуты. Анна Корольчук, Виталий Распопов, Неделя, СТВ. А сейчас о том, что волнует каждого бульбаша. Традиционные осенние ярмарки завершились несколько недель назад. Тогда можно было купить картошку по 90 копеек или по рублю. Сегодня такие ценники уже не найти ни в магазинах, ни на рынках. И речь не про какую-то отборную мытую бульбу. Рост цен на второй хлеб ощутили не только белорусы. В целом, на стоимость продуктов влияет много факторов и пандемия, и урожай, и подорожание энергоресурсов. Наш корреспондент Оксана Семашко узнала, почем картофель в других странах и сравнила с нашими ценами. Керчь, Крым, Крым, вот цены. Картофель и продавщицу снимем. Чем богаты, тем и рады. Свою картошку крымскую вообще по 90. Да, свою крымскую по 90. Тем, что картошка превратилась из любимой в дорогую, в этом году обеспокоены не только белорусы, но и жители разных стран мира. Так, к примеру, в России сетка импортной картошки 2 килограмма стоит около 7 белорусских рублей. Своя самая дешевая 85 копеек. Краснодарскую в Абинске по выгодной цене можно купить за рубль 40 копеек. В Ирландии самая дешевая мелкая картошка в сетевом магазине почти рубль 30 копеек. Крупная в три раза дороже. В неудачные для урожая годы она чернеет. Люди берут мелкую, проще выбросить, чем большие картофелины. В Индии, наоборот, овощи стали дешевле. 4 килограмма картошки здесь можно купить всего за 3 рубля. Такая цена и в Судане. В Дубае французский второй хлеб со скидкой продают за полтора рубля. В каждой стране стараются есть свою картошку. Где это возможно? Она и дешевле. Ведь за импортную придется раскошелиться в три дорога. Чтобы вот сказали, ой, какая дорогая, не было такого. Цены на продукты в этом году не снизились. Еще год назад они были дешевле в два раза. В осенне-зимний период, скажем даже, спрос увеличивается. Люди хотят есть. Ну и слава Богу. Есть покупатели, которые приходят в магазин и говорят, мы хотим купить у вас мешок картошки. Позвоните нам, пожалуйста, когда приедет, чтобы можно было выбрать, какой именно. На наших ценах сказалась пандемия. Подорожало топливо и энергоресурсы, семена, поэтому изменились цены на мировом рынке. Из года в год цена варьируется в зависимости от внешних условий. В принципе, какой будет на нее спрос, кто интересуется, куда ее будут поставлять, какие погодные условия. То есть, если слишком большие морозы, то, естественно, затраты на энергоносители, которые будут отапливать помещение. 89 позиций мы мониторим по продуктам питания и 50 позиций по лекарствам. И, конечно, видим, что из ряда в ряд из мониторинга в мониторинг цены, конечно, растут. И самое наше внимание, оно именно на сельхозпродукцию, потому что это так называемый борщевой набор, который так важен для наших белорусов. Продукты сельскохозяйственные, мы видим, что рост, он настолько серьезен, что он даже опережает темпы роста нашей, повышения нашей заработной платы. Нужно сказать обязательно про картофель, потому что на сегодняшний день это такая довольно-таки острая проблема, что картофель подорожал на 90%. Сегодня не упускают из внимания качество, цены и ассортимент. Сейчас людей волнует стоимость картошки, а еще летом решали вопрос со свеклой. Был очень жаркий период, и предприниматели, и рестораны действительно скупили практически всю свеклу. И наши базы не могли доставить столько свеклы, сколько нужно нам для потребления. Поэтому свекла сюда приезжала из-за рубежа. То есть украинская свекла, египетская, и какая угодно, только не наша белорусская. Поэтому цена была просто баснословно завышена. Цена, как правило, падает, когда появляется новый урожай и нет потребности покупать заморское. Но опасения вызывает и ситуация с мясной продукцией. На прилавках магазинов стало меньше продукции Дзержинской фабрики куриной, потому что тушка бройлера, которая тоже входит в наш список, она практически пропала с прилавков магазинов. Это тоже нас интересует, почему так, почему разделка начала так сильно дорожать. То есть на сегодняшний день цена на продукцию птицефабрик выросла практически до цены лета на свинину и говядину. Доступность продуктов каждому вне зависимости от достатка курируют профсоюзы. За ценами в магазинах следят каждую неделю. Мы обращали внимание в отношении государственных органов и правительству с тем, чтобы та система стабилизационных фондов, которая существует в нашей стране, она все-таки работала оптимально, хорошо и совершенствовалась. Проверка ассортимента, наличие продуктов это также одна из функций нашего мониторинга. Мы не видим нареканий каких-либо существенных со стороны наших потребителей. Скажем, торговые сети также не говорят о каких-то существенных проблемах в этом отношении. Скажем так, да, есть какие-то единичные случаи, но они, как правило, связаны с тем, что в том или ином магазине отсутствует спрос на данный товар. Дефицита овощей, крупы и хлеба в межсезонье не будет. В этом году стабфонды наполнили больше прежнего. Что касается, как уже принято говорят, борщевого набора, то есть поставки в торговые сети для населения плодовощной продукции, хочу сказать, что у нас стабилизационные фонды увеличены в два раза к уровню 2020 года, полностью обеспечены картофелем, морковкой, капустой, луком. Ну что ж, не магазинами едиными предлагают отправиться на сезон рынок. Говорят, что здесь цена на картошку от 60 копеек. Предлагаю проверить. Картошку мне удобнее выместить. Да нет. Без картошки никуда не денешься, любишь, не любишь, кушать надо. Постоянно вот уже 20 лет питаемся с рынка. Вот сейчас я по рядам прошелся, где-то картошка от 2, рубль 80, вот здесь вот, пожалуй, а здесь вот напротив, только рубль 29, это более-менее приемлемо. Я вот вам могу разрезать абсолютно любую картошку, и она внутри всегда будет хорошая. Мне никогда не будет проволочника, она всегда будет чистая, свежая, хорошая картошка. Она никогда не будет мороженая, потому что все-таки, несмотря на то, что фермера дают высокую на нее цену, они ее умеют хранить. Годный картофель на сезонном рынке можно отыскать и за 60-85 копеек. Но где-нибудь стоимость второго хлеба доходит до 2 рублей 50 копеек за килограмм. Если в том году мы возили, могли привозить мешки, люди заказывали домой на доставку, то сейчас люди приходят, берут 2-3 килограмма и больше не берут, потому что картошка все-таки стоит дорогая, если она испортится дома, конечно, это уже совсем другие. Стали активно возить репку, брюкову, появилась такая альтернатива, как покупать корнеплоды, если сделать из них пюре. Как бы там ни было, наши стоп-фонды будут радовать нас до весны. Только одного картофеля с овощного поля собрали на миллион тонн. А это дорогого стоит. Оксана Симашко, Сергей Курков, Юлия Мычко, Василий Лосенков. Неделя СТВ. И в завершении о кино как симфонии единства. На неделе завершился 27-м Минский международный кинофестиваль «Листопад Гран-при» уехал в Узбекистан. Победителем стал фильм «Илхак». Кинокартина посвящена 75-летию победы во Второй мировой войне. В основе фильма реальная история матери, которая в одиночку, вырастив пятерых сыновей, потеряла их на войне. В этом году география фестиваля расширилась, количество картин в афише перевалило за сотню, а на участие было отправлено около трех сотен заявок из 54 стран. Такой была эта неделя глазами журналистов СТВ. Передаю эстафету Юлии Селепицкой, которая расскажет, что интересного произошло в мире спорта. Добавлю, что наши хоккеисты прервали проигрышную серию в матче КХЛ, зубры отдалили трактор. 2-1. На этом я прощаюсь. Увидимся. У нас в студии главный тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Наталья Трофимова. Она знает отечественный баскетбол на клеточном уровне. Для меня, наверное, вот эти отношения между журналистами и спортсменами не очень важны, так как между мужем и женой, может, даже еще лучше. Так что спасибо огромное. Жеребьевка. Для вас, игровиков, это очень важно, я так понимаю. Нельзя на жеребьевку так сказать. А, как будет, так будет. Нельзя? Ведь от нас же ничего не зависит. Поэтому... Получили Японию, серебряного призера Олимпийских игр. Получили Боснию-Герцеговину. Казалось бы, такую, да? Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Темную лошадку, да. Да. Ну и получили Канаду. Это, скажем так, разный баскетбол. И все четыре команды, но кроме Боснии, это где-то мы будем, наверное, с одного континента более-менее похожи. А так будет... Будем континент на континент. Мы неудобные свои и, думаю, что прежде всего защита. Естественно, фирменная защита, которая была одной из лучших на последнем чемпионате Европы. А они нам что могут преподнести? Япония, это будет очень быстрый баскетбол, это будет много трехочковых бросков, не задумываясь. А мы им? А мы им будем играть в защите. Мешать это делать. А мы им помешаем. Канада? Канада мощная, высокая команда. Где-то нам, я думаю, что дальше даже больше лежит Канада, чем Япония. Это примерно... Ну, мы знаем, Канаду уже много тоже раз с ними играли и по составу знаем, У них есть вот эта хелесова пята? Ну, мы найдем. А бывает такое, что, ну, нет, нет этой вот точки болевой. Соперник к сборной Америки, которая, ну, наверное, пока для нас это вообще недосягаемый соперник. А мы им духом нашим белорусским. Ну, только что. Все равно решает диспозиция дня. Из маленьких нюансов состоит большая игра. Но мы надеемся, что у нас все сложится, как конструктор Лего. Я уверена, что мы, по крайней мере, тренерский штаб, наш медицинский штаб, будет все делать возможное, чтобы девчонки были в самой лучшей форме. Два прекрасных поединка. Душа радуется. Если ты проходишь квалификацию, то ты попадаешь на финал чемпионата Европы. В финал чемпионата Европы уже открывает дорогу к квалификациям или к чемпионату мира. На самом деле очень тяжело. Если кто-то думает, что это просто сыграть все игры и выйти, то нет. Это на самом деле каждый год какие-то квалификации, какие-то чемпионаты. И постоянно меняются какие-то правила. То есть сейчас мы участвуем первый раз в квалификации чемпионата мира. Раньше этого никогда не было. напрямую все пять команд попадали сразу в финальную часть чемпионата мира. То есть решили вам еще адреналичика. Да, еще подкрутить нам. Поэтому каждая игра очень важна и на самом деле проходных игр нет. Сейчас две игры мы начинали с чехами и с Голландией. Удачно провели, хотя были у нас потери кадровые, но девчонки супер просто сыграли и сделали все возможное для победы. Я думаю, что это последняя игра с Голландией наконец-то при родных стенах и при родных болельщиках. они как-то благоволят. Осталась, наверное, от нас какая-то позитивная энергия, которая помогла нашим мужчинам победить. Голландия. Сегодняшняя твоя сборная чем ты можешь похвастаться? Нам пока не хватает немножко молодой крови, чтобы молодые девочки приходили и были на уровне или хотя бы приблизительно на уровне тех наших ветеранов, которые сейчас доигрывают уже свои года, наверное, в сборной. Ветераны нужны сейчас вам очень? Конечно, я не скрываю, если мы хотим добиться результатов, значит, должны играть сильнейшие и пока на данный момент эти ветераны сильнейшие у нас в Беларуси. А как тебе удается в коллективе такой дух поддерживать? Я их знаю, можно сказать, тоже с детства, да, то есть это мои те же самые девчонки, с которыми я играла и я знаю их сильные и слабые стороны. Я знаю, как, ну, по крайней мере, я надеюсь, что я знаю, как их использовать и, наверное, даже в каких-то моментах наша задача с тренерским штабом и с Алексеем Петровичем это, наверное, даже не мешать. Я спрашиваю какие-то моменты у девчонок. Это здорово, это у нас быть очень сильным человеком, чтобы не использовать положение свое. Ну, это глупо было бы, если я в каком-то моменте сомневаюсь, я знаю, что они играют на паркете и они это должны сделать. То есть я могу себе вообразить все, что угодно, но исполнять-то будут они. Поэтому мне легче подойти, спросить, ну, можно даже сказать, проконсультироваться, спросить их мнение, как нам лучше сыграть вот в этой ситуации, а как лучше использовать вот это. Вы такой мудрой были всегда? Да. С годами переходят. Какая была основная мотивация, когда выбрали сборную? Ведь на тот момент отказались даже мужчины. Я, если честно, не знаю, кто там отказывался, но поступило предложение от Максима Владимировича и даже скорее не то, что предложение, а просьба помочь, взять это на себя. Я, может быть, даже немножко взыграли какие-то амбиции. Я год всего лишь потренировала, и тут представляется такой шанс взять команду, которую я знаю, как она может и на что она способна. И на самом деле, я думаю, что не у каждого тренера вообще выпадает в течение карьеры такой шанс возглавить национальную сбору. Насколько сложно быть мамой, быть, в общем-то, главным тренером? Все-таки не просто тренером, а главным. Я знаю, что Федору было буквально три дня, когда ты встала на мостик, не пошла в бой. С кем была тогда игра? С Турцией, мне кажется. У меня, например, точно не хватило бы моего характера сидеть дома три года с ребенком, и я уже сразу знаю, что у меня придут, скорее всего, срок рождения ребенка где-то примерно на игры. Я, конечно, очень волновалась, чтобы это не совпало, не дай бог, на игровой день. Ну, хорошо, что... Тедор Борисович не подвел. Да, не подвел, родился раньше, и, ну, сделали мои родные, во-первых, очень помогли, сделали все возможное. То есть очень важно иметь тыл. Да, это очень важно, особенно, наверное, в нашей профессии. Вообще, спортсменам, я думаю, что очень важно иметь хороший тыл. Семью. Да. И они помогли, в принципе, вернуться как можно быстрее к работе, это были очень важные матчи, и, ну, как-то все так сложилось. Белорусский чемпионат, насколько вы вот довольны им, или вы хотели немножечко, ну, что-то улучшить? Если да, то что? И как? Ну, конечно, хотелось бы поднять уровень нашего чемпионата. Это наш больной вопрос из года в год. Все-таки больной? Я думаю, что все понимают, что, имея сильный чемпионат, ты будешь иметь сильную сборную. Это два взаимосвязанных с собой элемента, которые складываются в одну большую картину. И, естественно, не хватает немножко этой конкурентной борьбы. Я не думаю, что это вопрос возрастной категории. Это... Нам надо просто всем засучить рукава и работать. Просто работать для одной цели. Все должны понять, что, не знаю, не выигрывает команда «Горизонт», не выигрывает команда «Цмоки» или «Гродно». должен выиграть весь белорусский баскетбол. По главе этого всего национальная команда. Поэтому, если мы начнем работать на перспективу, на то, чтобы у нас были игроки, которые могут показывать результат, то я думаю, что у нас все получится. Но надо работать. Я знаю, что вы объехали всю Беларусь в рамках проекта и отобрали лучших девчонок. Да? Сколько, кстати, их было? И как проект называется, напомните? Это проект называется «Шаг в будущее». Проект «ФИБА», на который выделяются гранды при участии естественной федерации. Ну, не скажу, что объехала все, но постаралась в максимальных местах побывать, где была у меня возможность. Были из чего выбрать? Есть из чего выбрать, да. Есть из чего выбрать. Был сделан набор девочек 2008-2009. Девочки у нас учатся в училище Олимпийского резерва. То есть, им сейчас 12-13. Это маленькие совсем девочки. Мне даже иногда их так жалко, что мы отрываем их от мамы и папы. А может, они вам еще спасибо скажут? Это так вау! Я надеюсь, что, да, я надеюсь, что можно даже не говорить мне спасибо, но я надеюсь, что из этого набора у нас какая-то, ну, крепкие девчонки выйдут, и будет не одна-две, а побольше. Ну что, вздрогнем на квалификации чемпионата мира? Ну, будем делать все возможное и невозможное. А я в вас верю. Спасибо. Наташа, традиционно у нас наши гости оставляют автограф. А вдруг ваш автограф через сто лет будет просто уникальным? Пожалуйста. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok